Доброе утро, коллеги! Значит, всех приветствую сегодня. Так, на календаре у нас 28 марта, вторник. Давайте двигаться в ускоренном формате. Есть подозрения, что в режиме онлайн проходит с небольшими сбоями, но запись будет однозначна. Не будем на этом заострить внимание, будем двигаться. Итак, что мы сегодня с вами делали, что будем делать. Напоминаю, что мы с вами в недавние упоры ведем статистику касаемо того, как отработало, что отработало и куда отработало. Значит, и подводим итоги сегодня и смотрим, что у нас будет, что мы конкретно будем ждать. Давайте, мешайте. Поехали. Значит, с экономического календаря начнем. В этот вторник не прогрузился у нас экономический календарь. Так, пока перепрогружается экономический календарь. Так, все. Время стоит мое местное. Напоминаю, мне плюс 5 к Москве, поэтому тут без особых удивлений. В принципе, по-моему, во вторник сегодня особо ничего важного, сверхважного нет. Индекс доверия потребителей в США не такое уж и важное мероприятие, которое хотелось бы. Выступление главы Банка Канады Полоза в 22.10 моего местного или в 17.10 Москвы. Ну, что сказать? Сказать, что будут какие-то движения? Наверное, нет. Наверное, движения скорее не будет. Нет, чего он, может сказать, не может. Сегодня в ночь выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Ну, как в ночь, по-моему, местному в ночь, а так в 19.50 Москвы. И целый ряд ребят из Фомс. Каплан, Павелло. Еще одна Каплан. Ну, в общем, Джорджа, да. То есть, вот эти вот ребята могут дать какой-то импульс, какие-то движения. Значит, в целом, ФРС, представители ФРС выражают свое намерение по дальнейшему ужесточению. То есть, увеличение процентной ставки в США. То есть, согласно плану, согласно графику, они видят и ориентируют все рынки на три повышения процентной ставки в 2017 году. Одно из которых уже, по большому счету, и состоялось. Дальше. Хочется еще сказать, что на этой неделе может наступить сам процесс Брекзита. Да, потому что Тереза Мэй об этом, собственно, говорила. Говорила она еще о дате 27 число, то есть о прошлом понедельнике. Поэтому могут быть волатильность на фунте, связанная именно с ходом Брекзита. То есть, какими-то новостями, какими-то изменениями непосредственно по вот этому самому решению. Ну, как говорится, будем посмотреть. Мы с вами фундаменталисты совсем слабенькие. И мы будем с вами смотреть больше на техническую картину и смотреть, что есть что. Значит, во-первых, поехали по движениям. Евро-доллар. Вчера говорили о росте сегодня. Видим, что действительно рост состоялся. Несмотря на то, что гэп был. Многие торговали на закрытии гэпа. Я, в принципе, не сторонник торговли по закрытию гэпом. Потому что гэп – это фактически просто отсутствие цены. Это точно такой же дисбаланс, как и все остальное. Рассчитывали мы, что евро даст тест. Но теста не состоялось. Дальше поехали. Без всяких там движений. Поэтому наш прогноз в этом плане не реализовался. Не то, чтобы не сбылся, он не реализовался. Мы правильно предположили направление. Мы не учли просто. Ну, мы ждали откат. Это лучше всегда ждать откат. Сегодня видим, сантимент явно перевешивает. 71% участников рынка в продаже. Люди не верят в массе своей о том, что евро-доллар будет расти. Ну, и, в принципе, успехов им в этом. Здесь что? Вот где все эти люди застрявшие. Да, их прям видно. Видно даже конкретную область. 70, 08, 20, 08, 07, 80. 08, 20, 07, 80. Это вот этот диапазон цен. То есть, вот в этом диапазоне цены точно застрявшая страна. Пока не окажемся ниже, говорить о развороте, о движении вниз вообще не имеет никакого смысла. Это просто прям вот нельзя размышлять в этом направлении. Что фьюч покажет нам? Давайте мы с вами его посмотрим. Фьючерс евро-доллар. Распределение объемов. Ну, вот все то же самое. То есть, в этом плане, посмотрите, у нас достаточно большой и крупный объем здесь. Это в том месте, где мы торговались. И вчера-вчера, кстати, посмотрите, как интересно был объем, накоплен с которого выстрелили, но мы его не обновили. Это говорит о том, что покупатели все еще сильные и пока вообще про продажу нельзя говорить. Может быть, даже от текущих цен мы пойдем. Ну, вот этот вот давайте возьмем как контрольную вещь. Мы, кстати, пытались здесь купить. Не знаю, кто покупал, не покупал. Ну, вот была и возможно здесь докупиться. Давайте с вами предположим, что ниже вот этого диапазона мы не упадем. По итогам сегодняшнего дня будем рассчитывать только вверх. Так, сопротивление здесь есть. Здесь заталкивали, в принципе, инструмент вниз. Наверное, часть фиксировали. То есть, вот здесь однозначно есть сопротивление и мы будем на него рассчитывать. Давайте посмотрим, что конкретно. Ну, первое. Вот это вот все еще в силе. То есть, мы можем... Вот эта поддержка, она все еще в силе. От нее можно реально покупать точно так же, как мы рассчитывали и вчера. Проблема в том, что стоп здесь относительно широкий. То есть, относительно больший. Но, тем не менее, ниже мы с вами не должны пойти. Потому что сантимент явно против нас. Потому что движение явно против нас. Тут цели просто другие. Так, здесь мы с вами берем вот этот диапазон цен. Значит, 0,860. Ну, пусть будет 0,857. Вот. И самым днем 0,840. То есть, это на самом деле немного. Это 17 пунктов. Вот здесь есть поддержка. Значит, и я считаю, что мы от нее можем тоже пойти вверх. То есть, вот таким вот образом имеет смысл рассматривать тоже покупки. До куда поедем? Цель номер 1. 0,880. Даже давайте так. Не 1, а 0,890. То есть, мы до нее доедем. Вот. И потом, в принципе, если что, и можем даже пойти на обновление. Тут, по-моему, были стопы. Кстати, я хочу показать вам. Да, вот они стопы есть выше, чем 0,990. 1, 0990. То есть, вот над этим шпилем есть стопики. Вот. И мы будем на них ориентироваться. Почему нет? Потому что мы их, скорее всего, съедим. И вот они продолжаются 0,920. Тогда вот вторая наша цель на пробой 0,920. Вот такое вот движение мы тоже с вами можем... Свидетелями этого движения мы тоже с вами можем стать. И вот это вот наша будет цель номер 2. Будем ли двигаться выше? Ну, наверное, да. Судя по сантименту. Тут уже надо смотреть, как изменится сантимент после вот этого самого пробоя. Вот. Что тут еще сказать? Все, вроде бы здесь ничего нет. Ну, вот тут бы я бы, если что, бы закрывался и попробовал бы это купить по-новому. Дальше двигаемся. Фунт-доллар полностью реализовалось. Даже больше скажу. Были здесь вчера сигналы на покупку о том, что инструмент продавливает вверх. Состоялся импульс, ну, даже здесь, да, то есть, ну, и вот это вот движение. К сожалению, тут всего лишь 20 пунктов, и мы с вами в статистику возьмем именно 20 пунктов, хотя на самом деле прошли очень-очень хорошо. Ну, как говорится, что есть, то есть. Что сегодня по сантименту, по... И по-прочему. Сантимент в принципе ровненький, такой же, как и вчера. То же самое со стаканом, да, однозначно. Тут точно так же все с стаканом, то есть, мы вот здесь есть ряд неопределенностей. Даже есть по 26 продавали, где-то вот в этом районе. И тут в этом районе есть тоже сопротивление. Не стал бы я рассчитывать на обновление хая пока, вот. Но продавать это вообще последнее дело. Давайте профиль посмотрим, насколько там было жарко. Жарко там было. Смотрите, у нас здесь по дельте были падения очень интересные. Здесь мы заваливались. Было что-то, что подвергало сопротивлению. И вот этот объем мы прошли, в отличие от евро. Поэтому движение вниз вообще, как мне еще делать, может сформироваться. И у нас, я бы сказал, что здесь флэт. По большому-то счету. Вот сопротивление, вот поддержка. И мы можем прямо вот вплоть до поддержки доехать. И даже можем развернуться. Почему нет? Если там еще Brexit как-нибудь неровно, так сказать, пройдет, то развернуться как нечего делать. Так, стираем вот эти вот идеи. Значит, и смотрим, что мы будем ждать по-другому. У нас есть, смотрите, 25, 10, 25, 24, 70. Это у нас поддержка. Вот. И, собственно говоря, хай 26, 15, 26, 85. Это у нас сопротивление. Мы пока болтаемся в боковике. Из этого боковика лучше рассмотреть покупки. Продажи не рассматриваем. То есть мы можем отъехать сюда. Здесь поискать точки входа в покупке. Если что, где-то здесь в глубине я бы даже посоветовал бы, да? Даже вот так вот мы с вами сделаем. Вот так вот. 24, 95. Вполне можем и туда откатиться в течение дня. И вот внутри этого боковика двигаемся. Дальше. Не стоит исключать вероятность пробоя. Она тоже есть. То есть если состоится пробой, на откате тоже имеет смысл покупать. Но там уже проблемно говорить о каких-то там целях. Потому что движение очень может нормальным таким оказаться. Ну давайте для статистики нарисуем цель. Цель в размере 26,60. Я думаю, вполне на сегодня достижимо. При условии пробоя, конечно же. При условии, конечно же, пробоя. Дальше. Поехали. Канадский доллар. Значит. Канадский доллар. Что ждали? Канадский доллар реализовал наши идеи, кстати. Которую мы с вами выражали еще с пятницы. Сегодня здесь. Прямо вот сразу с покупок. Без всяких там больших откатов. Доехали, правда, ближе к американской сессии. Доехали очень уверенно. Значит. И дали возможность нам закрыться 450 пунктов. Это пойдет у нас в статистику. Сегодня здесь ничего, в принципе, не изменилось. Кроме того, что мы ждали, что дойдем до вешнего сопротивления. Обратите внимание, как четко остановились. Здесь есть, на самом деле, очень красивые вещи. Остановочные. Поэтому на них стоит, как мне кажется, ориентироваться. Если сантимент не изменился, а он не изменился. Ой, ребята из фикс-фактора решили вкупиться по полной. И стакан должен быть тоже ровненький. Прогружаемся. Ну, смотрите, когда у нас достаточно много людей в продаже находится. Причем, ну, не сказать, что это там прям сильно и много. Но, в общем-то, мы как бы движение вверх – это приоритетное. Но давайте мы с вами здесь пока ничего не будем предполагать. Мы с вами сходили вверх. И, на самом деле, лучше ждать какой-то понятной, более, как мне кажется, инициативы. То есть, давайте я по-новому все нарисую. То есть, у нас есть сопротивление. Я вам показывал 3410 и 343390. Просто есть поддержка 3265 и 3290, пусть будет, да. И мы вот с вами торгуемся в этом диапазоне. Продавать я бы не советовал. Это работать в сторону толпы. Будем ждать какой-то инициативы. Либо вверх, либо вниз. Ну, лучше, как мне кажется, вверх, потому что что-то здесь толпа вся вкупилась, находится в просадке. Поэтому, сами предположим, что увидим пробой 3410. Давайте посмотрим, может, стопы там есть. Интересно, нет? Ну, вот где-то здесь есть небольшие 3410 как раз-таки стопы есть. Возможно, мы пробьемся. 3410 на откате. Здесь можно рассматривать покупки и двигаться вверх. Куда двигаться? Есть куда двигаться. Там у нас цель это 3445. Даже давайте у него 3440. Вполне резонная цель для интродэя, как ничего делать. Немного, конечно, но тут главное нам оказаться выше вот этого диапазона цен. То есть, показать активность. Японцы. Значит, что ждали? Ждали падения, ждали, ну, вернее, отката. Отката не состоялась. Сразу провалились. Почти сразу провалились. Ну, и, в принципе, не реализовался наш прогноз. Хотя и стопы тоже не было. Напомним, прошлые сутки назад сантимент был явным за продавцами. То есть, очень много людей сидело в покупке по паре доллара и японской иены. Но сейчас, в принципе, ситуация не сильно-то поменялась. 68% участников рынка в лонгах. Мы будем с вами тоже рассчитывать на продажу, так же, как это и вчера. Но надо тут повнимательнее посмотреть, где конкретно народ позастревал. Посмотрите, у нас народ застрявший во всем этом диапазоне, в принципе. Во всем этом диапазоне. Есть и продавцы, которые здесь напродавались. Поэтому они могут стать причиной своего рода коррекции какой-то. Коррекция может быть большая, на самом деле. Так же, как и на евре. А реально может быть большая. Поэтому здесь мы пока ничего не делаем. Давайте фич посмотрим. Ну, покупать так, как делает это большинство, я бы уж точно не советовал. Фичер CSJ перевернутый. Значит, видим, что... Видим здесь накопление. Очень, кстати, красивое накопление. Ну, графически это выглядит все очень по-разворотному, на самом деле. Для нас контрольные зоны это вот эти. Вот этот объем. И мы, наверное, можем пойти в коррекцию. Честно говоря, даже не знаю, куда. Честно говоря, вообще даже не знаю, куда мы можем пойти в коррекцию. Вот. Дайте-ка подумать. Не знаю. Тут сложно сказать, да куда мы можем пойти в коррекцию. И считать это прямо дико сложно. Нету там никакой-то на торговке какой-то крутой, да? То есть, сложно здесь очень все. 111.75, 111.45 сопротивление. Выше мы не должны с вами оказаться, однозначно. Вот. Есть поддержка 110.10 и 110.40. Ширина в 30 пунктов. Она очень красиво здесь выглядит. Она реально похожа как разворотная. То есть, мы можем поехать куда-то. Давайте я нарисую, где мы будем с вами продавать. Ну, пусть будет 111.50 ровно. 111.30. Да, то есть, вот такой вот момент. Но, вообще, очень все сомнительно. Здесь, если что, пробуем в шорт. И, собственно говоря, здесь, если что, пробуем тоже в шорт. Стоп. Отмена по сценариям у нас, собственно говоря, здесь. Вот. Ну, вот. Или здесь, да? Что из этого быстрее наступит, так сказать. Ну, и места для продажи, я думаю, понятно. И цель, я думаю, тоже, собственно говоря, понятно. Мы до нее доедем. Будет ли обновление минимума? Скорее всего, да. Но это надо будет смотреть, как конкретно будем обновлять. Австралии не реализовались. Зайти зашли. Потом провалились. Не дошли до нашей цели. Здесь смотреть, как мне кажется, тоже нечего. Сейчас проверим стакан. Проверим сантимент. Он, скорее всего, ровненький и выровненный. Вот. Сложно там говорить. Я думаю, что Австралия ждет. Ну, да. Здесь ровненько. Австралия, так же, как и Новозеландия, ждет каких-то посылов со стороны США. Поэтому, чтобы определиться по дальнейшей своей монетарной политике. Поэтому каких-то там поползновений, ну, наверное, не будет. Есть, смотрите, да, участники рынка, которые в продажах находятся. Есть и в покупках, кто находится. Боже ты мой. Вообще все очень сильно ровно. И если смотреть рыночный профиль, то там тоже наверняка все-все очень предельно ясно. Поэтому здесь мы, наверное, сами не будем вообще смотреть ничего. Я вот так полностью сотру. Вот. То же самое относится и к Новозеландцу. То же самое относится к Новозеландцу. Мы его с вами не смотрим, ни Австралии, ни Новозеландию пока не смотрим. Там нужна какая-то более-менее четкая инициатива. И то после этой инициативы нужно будет смотреть, как конкретно цена вышла и так далее. Ну, вот так, коллеги, потихоньку-маленьку, быстренько с вами пробежались по основным инструментам. Есть, что поторговать, кроме Австралийца и кроме Новозеландца. Я думаю о том, что, действительно, со следующей недели запустить, добавить в брифинг золото и доллар, швейцарский франк. Вот. Поэтому, ну вот, австралийцы, мне кажется, хорошо сейчас в покупке пишут. Ну, не знаю. Правда, не знаю, потому что Австралия здесь... Ну, вот здесь объем накопился, и он такой с сопротивлением, с поддержкой. И все, как всегда, в общем-то, здесь много вопросов. Нужно посмотреть, куда пойдет, чтобы знать. Он находится в стадии накопления, причем уже давно. Вот. И наш сценарий не реализовался в этом плане. Ну и все, коллеги. Все, на этом все. Завтра без опозданий, как всегда, в 3 часа 40 минут московской времени на основном канале. Все. До новых встреч. Спасибо за внимание. Пока.